Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в руках следующая. Энцефалит – тяжелое заболевание. И данная точка, G9C, всегда выступает точкой, которая помогает при всех видах энцефалита. Здесь мы подчеркиваем – при всех. Помните, уважаемые зрители, она вырабатывает иммунитет на тонком энергетическом уровне. Это тяжелое заболевание, поэтому диагностика при энцефалите обязательно. Почему? Потому что энцефалит, любое заболевание, связанное с энцефалитом, воспаляет головной мозг. А с головным мозгом лучше не шутить, потому что не только меридиан толстого кишечника контролирует головной мозг, но также контролирует те меридианы, которые и проходят около головного мозга. Это меридиан желчного пузыря, печени, сердца, желудка, тонкого кишечника, тройного погревателя, мочевого пузыря. Вот в каком состоянии эти меридианы, которые, скажем так, у человека, у которого одолел энцефалит. Помните, энцефалиты бывают вирусные, инфекции, аллергические, токсические. Бывают первичный энцефалит, бывает вторичный энцефалит. Потому, помните, не настолько, скажем так, опасен энцефалит, насколько опасны его последствия. А если иммунитет слабый, и его восстанавливали только на физическом уровне, то осложнение не миновать человеку на тонком энергетическом уровне после энцефалита. Поэтому нужно восстанавливать не только физический мир, но и энергетический. И точка GI9-шанлянь всегда выступает точкой, которая помогает при всех проявлениях энцефалита. Данную точку не могу сказать, что нужно тетанизировать, либо седатировать. Только диагностика 12 меридианов поможет нам в этом. Почему? Потому что при всех тяжелых заболеваниях диагностика 12 меридианов стоит на первом месте. А уж точка купунтура потом на втором. Спасибо за внимание.